Итак, сегодня мы разберем, как анализировать публикации для создания интерактивных графиков и баз данных, отражающих текущие тренды в исследованиях, применимость оборудования и, соответственно, охват рынка. Для создания такой базы данных, где еще будет учитываться у нас количество публикаций по различным направлениям, выводится список этих публикаций с коротким описанием и ссылкой на сам файл, нужно сначала создать непосредственно базу данных. Для этого используется определенная модель, каркас базы данных, включающий в себя несколько категорий. Самые главные пункты это описание самой публикации, год ее издания, библиографическая ссылка, ссылка на исходник самой статьи, ее аннотация или абстракт, или короткое описание. То есть, бывает, что некоторые статьи у нас без аннотации, тогда тот, кто анализирует, может собственноручно написать короткий отзыв о статье, ну, либо просто можно скопировать непосредственно саму аннотацию или абстракт. Далее, соответственно, нужно определить, указать целевой продукт или технологию или услуги или оборудование какое-то, на которое направлена вообще сама база данных. В нашем случае это электроимпульс и гидросепарация. Ну и, соответственно, технологии развиваются, постоянно возникают конкуренты и объективный анализ должен также включать конкурентов. У нас, например, проведен анализ публикации наших конкурентов в Solpro Club. В некоторых статьях описываются несколько технологий данных, в конкретном примере были описаны только наши технологии. Ну, как правило, кто пишет статью, тот указывает свое оборудование, поэтому окей. Далее, каждая публикация консифицируется по нескольким категориям. Категории бывают нескольких уровней, стандартная модель включает в себя два уровня, но, тем не менее, если, собственно, пользователь или анализирующий имеет какую-то логику, он может создать свою более глубокую категорию и усложнить данный каркас. Соответственно, категория первого уровня – это области применения оборудования или технологий, или услуги, или какого-то продукта. Здесь просто идет перечисление этих категорий, которые аналитик наблюдает. Ну, например, индикаторная или аксессорная минералогия. Можно писать словами. Например, скопировать. Важный момент, что нужно разделять разные категории запятыми, чтобы парсер мог отличить одну категорию от другой. Далее идут категории второго уровня. Они непосредственно связаны с категориями первого уровня. То есть в каждой категории первого уровня, то есть в областях применения, есть несколько направлений. Например, в индикаторной минералогии есть направление месторождений основных металлов, или цветных металлов, или там, например, месторождений элементов платины. В области аксессорной минералогии есть, например, направление технологическая минералогия или минералогия элементов с низкими содержаниями. Ну, если бы у нас была, например, в этой статье третья категория, мы могли бы тоже ее сюда вписать. Далее обязательно указывается также перечислением через запятые применяемое оборудование, которое описывается в статье аналитическое. Ну, например, там электронный микроскоп, варианты его съемки, и, например, здесь еще применялась валовая химия, мокрая химия. То же самое во второй статье. То есть в зависимости от того, сколько оборудования было применено, будет разное количество аналитических методов использовано. Далее, а, да, забыл отметить, что все это уже раздел параметров. Это уже не категории, это раздел параметров. То есть это идет параллельная классификация, отличная от классификации по категориям. Так, соответственно, например, из параметров помимо аналитических методов может быть там способ использования, в нашем случае это либо объемные зерна, либо из них изготавливаются полированные шлифы. Далее, например, можно сразу же одним из параметров назвать используемые хэштеги. То есть аналитик, в принципе, знакомый с Инстаграмом, все начинают с Инстаграма, используют те же самые хэштеги, которые он использует в Инстаграме, но с учетом специфики самой статьи. И в идеале можно, например, в качестве параметра также добавить ссылку на какой-то конкретный пост там в Инстаграме, либо в Линкт-Инне, который как-то связан с этой статьей. Ну, и либо аналитик видит какую-то конкретную связь. После того, как будет создана модель, каркасная модель, она проходит через специальный парсер, который позволяет создать интерфейс для последующей облегченной загрузки и заполнения базы данных прямо онлайн. Соответственно, сейчас пока все находится на стадии разработки, можно будет прикрутить хороший дизайн и разделить на несколько уровней аналитик. То есть, одни аналитики занимаются сборкой вот этой исходной каркасной модели, другие аналитики уже непосредственно добавляют публикации с помощью интерактивной формы онлайн. И какие-то третий уровень геомонков, например, будет уже заниматься quality management, то есть, отбраковывать или уточнять какие-то конкретные данные по конкретным публикациям. Окей, форма будет выглядеть примерно вот так. То есть, здесь у нас сейчас собраны все вообще публикации по нашей тематике, их там порядка 177 уникальных публикаций. Ну, давайте перейдем к тому, как непосредственно заполнять. Для того, чтобы добавить публикацию, нам нужно нажать зеленый плюсик и заполнить все соответствующие поля. Ну, например, скопируем отсюда. Название статьи это у нас библиографическая ссылка под публикации, например, где он 21. Описание возьмем как abstract. Ссылку сделаем на... Сделаем, добавим ссылку. Ну, сюда прописывается ссылка. Выберем те аналитические методы, которые у нас использовались в статье. Выберем оборудование, которое у нас рекламируется. Соответственно, выберем способ использования или sample preparation. Выберем на... Далее у нас есть три главных области применения. Внутри каждой мы можем выбрать несколько направлений. Ну, например, там в статье описывались восторождение платины и платины, связанные с никель-медными сульфидами. А в качестве аксессорной у нас указаны низкие содержания, ну и плюс там открытые новые минералы. В новых технологиях, ну, у нас тут ничего не относится, поэтому оставим пустым. Нажимаем сохранить и после обновления страницы мы видим нашу добавленную публикацию. Также она будет отражена и на новом графике. Видно, что цифра у нас выросла. Сразу же находим то, куда мы ее добавили, тыкаем и получаем ее, опять же, в этом сгенерированном списке. Для того, чтобы удалить публикацию, снова заходим сюда, нажимаем edit, переходим вниз и нажимаем delete. Все. Для того, чтобы отредактировать уже существующую публикацию, нам нужно нажать на карандашик и, соответственно, здесь мы можем менять все параметры. Итак, сейчас мы посмотрим, как это вообще в целом работает. То есть из такой модели, когда проанализировано порядка 50 различных публикаций, у нас получается вот такая база данных. То есть есть несколько уровней вложенности. Кликая на каждый столбец, мы получаем список всех публикаций, которые относятся к выбранной нами категории. Далее, например, в области применения к аксессорной минералогии мы можем выбрать направление месторождения драгоценных металлов и у нас произойдет автоматическая пересортировка именно этих публикаций. Мы можем выбрать, например, только учитывать статьи по одному оборудованию, это гидросепарация, или, например, только по электроимбульсу. Далее мы можем выбрать также аналитические методы, например, только микроскоп и только полированные шлифы. И у нас тоже произойдет сортировка статей по выбранным нами параметрам. Ок. Я предлагаю тогда попробовать заполнить, провести анализ одной конкретной статьи и заодно посмотреть, как вообще искать статьи. Ну, например, возьмем и поищем статью какую-нибудь про гидросепарацию. Идем гидросепарацию нам выдает ResearchGate. Это уже, конечно, добавленная статья. И сразу же можно ее скачать. Ну, бывает, что скачать нельзя, тогда можно запросить оригинал у самих авторов с помощью ResearchGate. либо получить ссылку на DOI. Ну, давайте возьмем какую-нибудь любую другую статью. Здесь ведем false is accreditation. Ну, вот, например, у нас есть ссылка на DOI. Тогда мы заходим на DOI. копируем ее, вставляем и выходим на сам, собственно, источник статьи. Конечно, мы можем купить эту статью. Как правило, в хороших журналах они все платные. Но бывает тоже и бесплатные версии. Вот, например, статья исходник бесплатный. Удивительно. Скачали статью, открываем ее сразу же и что мы видим? У нас есть abstract, мы сразу можем заполнить его в наше соответствующее поле. просто берем и вставляем. Для того, чтобы у нас текст вмещался на всю страницу, ну, было видно точнее текст, увеличим высоту нашего нашей строчки и поменяем формат dml. Вот, да, вставили, соответственно, abstract. Далее, мы видели год опубликования нашей работы. Это 2006 год. Можем сразу же прописать год 2006. Вставляем библиографическую ссылку, но ее, в принципе, можно взять из самой статьи. Указываем основных авторов. Почему-то Владимир копировался дважды. Качаем. название. В идеале, конечно, указывает ссылку вот такую, чтобы ее можно было найти по ней, например, общедоступно в библиотеках. Поэтому она и называется библиографическая. формат. мы применим тот же самый формат. Далее, для того, чтобы получить ссылку на файл, мы обычно используем Google диск. Он наиболее быстрый для работы по всему миру. И чтобы нам, например, скопировать статью, давайте ее найдем. Я уверен, она уже есть. Да, вот она. Нажимаем правой кнопкой получить ссылку. Сейчас ссылка генерится. да, потому что мы из Сингапура, поэтому это происходит долго. Да. Копировать ссылку и вставить. И вставить. Да. Сейчас мы сделаем также формат по образцу. Дальше, ну, если есть желание у аналитика, он может ознакомиться со всем текстом статьи и написать о ней отзыв в раздел Short Description. Далее, мы по ключевым словам, которые нам дает заказчик, или которые мы сами держим в голове. Смотрим, что вообще описывается в статье. Hydro Separation, оно понятно будет описываться, гидросепарация, у нас 29 слов про гидросепарацию. Попробуем сделать аббревиатуру HSS, да, тоже есть HSS, и попробуем посмотреть, применялась ли электроимпульсная технология. да, здесь есть описание электроимпульсной технологии, соответственно, мы пишем в раздел рекламируемой продукции EPD, направлений, мы прямо ищем по этим словам. ничего не находит, аксессори есть, значит, у нас как минимум есть аксессорная минералогия. Ну, вообще, вкратце, можно, конечно, почитать, о чем статья, здесь описываются элементы платиновой группы, можно, например, посмотреть, что пишут про гидросепарацию, описывается, что с помощью гидросепарации, ну, вообще, что она себя представляет, как она работает, фотографии приведены, соответственно, приводится, гистограммы размеров платиновой группы, минералов против платиновой группы, описывается, как вообще работать на гидросепараторе, гидросепарации, что тут еще есть, эффективность гидросепарации, где она применялась, например, вот, PGE, AU, PGE, золото, серебро, мокрый рассев, да, и вот здесь написано, какие, например, аналитические методы применялись, например, SEM, это secondary electron microscopy, то есть это электронный микроскоп, во вторичных электронах приводятся даже снимки этих минералов платины, концентрат с весьма тонкими мелкими размерами, ну и заключение здесь тысяч раз сконцентрировали, изучают платину, золото, серебро и так далее. Окей, значит, у нас это редкие вещи, плюс здесь есть еще техническое описание. Так, мы сделаем информацию, чтобы у нас не нарезали ячейки друг на друга. Итак, соответственно, мы прочитали статью и можем уже вбивать области применения нашего оборудования. В данном случае у нас указывалась и индикаторная минералогия и аксессорная. поэтому мы добавляем и помимо этого у нас еще есть описание технологии, поэтому мы добавим категорию направление с техническим описанием. Соответственно, важно не путать порядок категорий, то есть, если у нас в самом начале среди областей применения был первым указан индикатор минералогия, это у нас и последующие категории второго уровня должны идти соответственно, то есть, первый столбец это будет индикаторная минералогия, второй столбец будет аксессорная минералогия и третий, это вот новая категория, которая появилась в процессе анализа, это новая технология. Соответственно, напишем в ней technical description, в аксессорной минералогии у нас описываются элементы платинной группы, низкие содержания, есть там что-то по граммометрическому составу, поэтому можно указать real ой, real grain distribution, ну и например что там еще у нас пожалуй все в принципе если аналитик хорошо отчитает статью понимает вопрос поставленный в статье то он может объективно и более глубоко расписать все категории позиции которые он видит в этой каркасной модели ну и к индикаторной минералогии можно отнести PGE Deposit Gold Deposit и например Silver Deposit LAM DALLE мы видели что у нас применялась статья электронной микроскопии поэтому пишем электронный микрозондовый анализ вторичные электроны что там еще ну например была ли у нас сделана химия лазерная лазерная еще и абляция поэтому так пишем LAM ICP MS так обычно в нормальных статьях раздел с аналитическими методами он занимает отдельное место и в целом достаточно прочитать маленький абзац там описываются все аналитические методы но здесь нету далее в нашем случае способ использования это либо объемные зерна либо полированные шлифы у нас есть рисунок с полированных шлифов то есть видно что зерна сполированы соответственно пишем Polished Mount ну и хэштеги какие я бы добавил кстати у нас еще не проанализировано по поводу электроимпульсной дезинтеграции что там пишут так гидресепарация там очень хорошо работает на свободных зернах чтобы получить наиболее оптимальное вскрытие мы используем электроимпульсную дезинтеграцию ну просто написано что она хорошо сохраняет исходный размер частиц окей тогда у нас там никаких технологий нет можно отнести к техническому описанию электроимпульса да то что он хорошо работает вот ну и основные хэштеги я бы поставил по гидросепарации их можно просто перекопировать и добавить конкретно хэштеги которые привязываются к данной статье например platinum или pge еще а ну тут и так ну и соответственно какой нибудь пост который у вас есть в инстаграме либо вы сделали сами тоже добавляйте сюда вот и все то ну а ну и а а ну и а и и и